На Гомельщине их засталося у сего около трех тысяч. Сегодня международный день вызволения вязни фашистских концлагеров. На площадке повстания областного центра в память об этой подее собрались те, чая память заховывает вспоминные об жахах концентрационных лагеров. Сюда же пришли представники улада, громадских объединений, школьники. Журботные мероприемства наведали и наши корреспонденты. Дата установлена в память об интернациональном повстании вязни в концлагере Бухенвальд. И оно отбылось 11-го красавика 1945 года. Юрий Козак оказался в лагере смерти Азарыча у два годы. Туда он трапил разом с батьками и старшим братом. Об усих жахах, які там отбывались, ведая по оповедах мати. Не кормили. В аду пили с болота этого. Мокро было, как говорится, сыро. Но это благо, что был год такой, теплая зима. Вторая декада была марта месяца 1944 года. Если бы, наверное, больше было. И посчитать, что каждый день умирало там, ну, в трех лагерях. Две тысячи человек в сутки. Василю Пазняку в 80-м 1943 году, когда ему было 4 года, оказался у Освенцами. Затем у Бухенвальд, потом у концлагеры Маутхаузен. Семью покарали за совесть с партизанами. Подчас интервью узгадывая самые тяжкие моменты этих трагичных годов. Отбирали население более кого первая, вторая группа крови. Мы первая группа. Так как надо было для немецких офицеров, солдатов, доноров. Холодильников не было. Сетка карных установ была организована и на территории нашей краины. У Гомеля концентрационный лагер размещался на территории сучасной площади Павстания. Тут у жудесных покутах спынилась жистью 100 тысяч человек. Усяго на территории Германии и оккупированных еею краин дейничала больше за 14 тысяч лагеров Гетта и Турмов. За годы другой, с светной войны, только прас лагеры смерти, пройшли больше за 20 миллионов человек с 30 краин света. 5 миллионов – грамадзяне Советского Союза. Прикладно 12 миллионов человек не дожили до вызволения. Сиротых – каля 2 миллионов дятей. Марина Джала, Элесь Рудзянкова, Валерий Харлампо, телерадио «Кампания Гомель».